Без подписи, без печати, и чтобы я, как председатель общественного совета, их принял. Я юрист. Ему посоветовал направить мне заказным письмом, со всеми реквизитами, с реестром, как положено. А если это не будет накладываться в макулатуре, возьмите. Хотите оценочное осуждение, даже не по статье. Вот сейчас здесь вы видите концентрацию города Судак. Представитель общественного совета, бывший начальник. Подождите, подождите, я вас слушал, да слушайте меня. Да, да, если хотите, я могу эмоционально сказать и даже нецензурно. Пожалуйста. Пожалуйста. Юристов здесь навалом, честное слово. Вот я местный житель, да, и слава богу, я здесь всех знаю с раннего детства. Вот всех вот здесь вот, и они, слава богу, меня знают, и ребята здесь. Вы получаете концентрацию всего местного населения, которое здесь есть. Вы представляете, в какой атмосфере вы здесь будете работать? Если вдруг вы тут будете работать. Абсолютно, вот я даже уверен на 99%, что вы здесь будете работать. Я даже не сомневаюсь в этом. Но у вас будет такая погнутая карма, что не дай бог, просто не приведение. Нет, вы можете хмыкать как угодно, просто, понимаете? Но высшая справедливость, если вы ходите в мечеть, а я хожу в храм, высшая справедливость существует. И всегда в нашем городе последние лет 15-20 справедливость торжествовала. Просто вот это вам эмоционально. Ребята говорят, они взрослые, уважаемые мужчины, их все знают. Я вам говорю эмоционально. Просто, чтобы вы поняли, это мое мнение. А представляете, вас просто в комментариях зальют всем, чем угодно. Я чуть не высказался, нецензурно. У вас будет такая карма, что просто не приведи господи. Понимаете? И это подключится... Понимаете, вы такой негатив. Подождите, дайте я договорю, раз уж я начал. Вы тоже говорили по 5-10 минут, я это записывал, я это опубликую. И ребята тоже это опубликуют. Вы представляете? Вы сейчас притащите в судак накануне сентябрьских выборов. Выборов в Госдуму будущих. Всего чего угодно. Вы сейчас притащите такой негатив. Здесь соберется все дерьмо, которое просто где-то чего-то плавает. И даже все хорошие люди здесь будут. И вот это будет такая язва, которая будет просто кровоточить очень долго, много лет. Вы можете как угодно к этому антонситься. Знаете почему? Потому что вам реально пофиг. Вы не местные. Вам просто все равно. Вам вот так вот. Вам эту гору взорвать. Другую гору взорвать. Подождите, посмотрим. Нам многие чего говорили. Да, мы посмотрим просто. Но у вас будет такая погнутая карма, что я просто даже, вот я вам вообще просто не завидую. И у вас вот это вот точно стопудово будет. Серьезно. Со всем уважением. Согласен. А мы вам говорим как местные жители, потому что мы материально в этом не заинтересованы. А я хочу сказать, если вот немножко вы сказали, что будут, а я считаю, что сила общественности – это махина. И если мы стеной стоять будем до конца, никакого карьера здесь не будет. Можно, извините, пожалуйста, Валерий Николаевич, я две секунды. Просто понимаете, вот сейчас, вот с этого момента концепция меняется просто с ног на голову абсолютно. Если зимой жители нашего города – Симферополь было совершенно по барабану. Если жители нашего города встряли за детский лагерь, который вообще не нашего района, но на нашей территории, то сейчас это детский лагерь. Все, умерло так умерло, похоронили. Вот сейчас вот эти дома. Поэтому не зря мы здесь собрались на фоне этих домов. Понимаете? Вот эти люди здесь живут. Вот. Понимаете? И они встрянут за свои дома. Вот это совсем другое условие. Понимаете? Это ваша проблема – работать в правовом поле. А мы работаем, понимаете? А мы работаем эмоционально и не у вас в кабинете. Мы здесь живем. Ребята, заслушайте информацию с Минэкологии и природы. От 7 августа 2020 года. Минприроды Крыма в связи с поступающими обращениями граждан по поводу работы карьеры Чокотаж разъясняет. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым в связи с поступающими обращениями граждан по вопросу работы карьеры Чокотаж разъясняет. В адрес исполнительных органов государственной власти Республики Крым регулярно поступает обращение граждан с требованием не допустить открытия карьера Чокотаж, расположенного на территории городского округа Судак Республики Крым. Главой Республики Крым Аксеновым СВ 23 января 2020 года было принято решение, что действие лицензии на разработку карьера под Судаком будет остановлено. Вопрос будет решен в пользу жителей региона. Инициатива общественности будет поддержана. Точно так. Однако в связи с предъявлением коронавируса было принято постановление о продлении действия разрешений, но об этом уже говорилось, в котором предусмотрен запрет на прекращение права пользования недрами в 2020 году. Право пользования недрами будет прекращено в 2021 году. Право пользования недрами по лицензии ООО «Крымская нерудная компания» на карьер Чокотаж будет прекращено в 2021 году. На участке Чокотажской работы по добыче полезных ископаемых с момента выдачи лицензии в июне 2016 года тут написано «не начиналось» и в настоящее время работы не ведутся. Это информация о мин. экологии и природе? Можно я тебе вам покажу видео? Что это? Это министр экологии. На раю? На раю. Не, ну говорить-то можно сколько хочешь. Нет, вы сказали про правовое поле, он говорит в правовом поле? Серьезно? Ну, знаете, министры приходят и уходят, а Крымская земля остается, поэтому то дело такое. То же самое, что в 2020 году пока не могут закрыть. Но в 2021 году оно все будет закрыто. Да. Так, уважаемые, мы выслушали много мнений, много советов, рекомендаций и все прочее. Значит, единственное мнение активной группы обеих наших кооперативов, единственное мнение живущих здесь, это высказать свое решительное «нет» открытию этого карьера и поползновение даже к его открытию и считать незаконным все эти уговоры, подговоры жителей, действия жителей, живущих рядом, уговаривая их золотыми горами. Я еще раз повторяю, те, кто клюнул на эту удочку, клюнул, поговорите с жителями холодовки. Они вам покажут свои треснувшие дома, разбитые стены и какая помощь от того карьера, который есть там. Еще здоровье. Главное, не годовые книжки. А там не 500 метров, там поболее будет. Вот. Я еще вам не сказал один момент. Значит, то, что только взрывные, и им бы диалит не возьмут, это 100%. Второе, 500 метров закон Российской Федерации вы нарушили бы, это не можете отрицать. 300. 500, я еще раз говорю. И никто, поднимайте законы, читайте. Давайте, поднимайте. 500 метров это самое никто. И третье, что здесь живут люди. Люди живут, и они живут в своих жилых домах. Никто не хочет, чтобы дом завалился, и он остался без ничего. Люди строили дома, и все начинали при советской власти. Понимаете? Это люди. И приехать к какому-то, извините, Буратино сюда, и попытаться заработать деньги на этих камнях, и оставить людей без ничего, это, извините меня, это буквально ограбит жителей наших членов садовых товарищей. Ну и гробит регион, можно сказать. Можно еще, подождите секундочку. Подождите минутку. Да, да, ждут. Уважаемые, кто за то, чтобы я сказал, противодействовать этой нерудной кампании, я прошу проголосовать. Виденогласно. Кто против, извините, здесь Лесновцы. Лесновцы, кто против? Кто за то, чтобы открыть карьер здесь? Раз. Один. Ну пусть объясните, да, да, да. Два-три. Объясните, почему. Они надо объяснить, они им пообещали сторожан. Ну пусть скажут, пусть своё мнение скажут, ребята. Всё, уважаемые. Я прошу всех. Закрываем, закрываем собрание. Валерий Николаевич, Валерий Николаевич, командуйте. Валерий Николаевич, командуйте, закрываем собрание, да? Всё, закрываем. Саша, не против.